Такое ощущение, что возвращаешься в детство и сидишь за столом со взрослыми. Мне дают детское пиво, вот это вот, попробовать. Пьешь его и как будто вот, а, ну вроде да, я вроде вместе со взрослыми бухаю. Взрослый радуется, что у нас тут сын и внучок бухают с нами. И ты радуешься, что вроде я как взрослый бухаю со взрослыми. Нет, нет, я в Китай не поеду. Приветствую вас, господа пивовары, начинающие, продолжающие и... Что? Все еще есть сомневающиеся? Я вас вижу. Хватит уже сомневаться. И это снова передача Круга к дядюшке Бодреевой. Сегодня у нас в гостях китайское пиво. Поехали! У нас в гостях сегодня очень популярное китайское пиво, которое называется Харбин. Пивоварня находится в одноименном городе, город Харбин. Город Харбин это столица северной провинции, название которой по-трезвому я выговорить вряд ли смогу. Харбин – одно из самых популярнейших пив в Китае. Есть одно, которое популярнее его, чиндао, но, к сожалению, ко мне в руки оно не попало. Будем поэтому удовольствоваться тем, что есть. Ну, кроме Харбины есть еще у нас тут китайское пиво, которое называется Лаки Будда. И вьетнамское Саппора Премиум. Ну, это так у нас нагрузку будет. Объединим все азиатские пиво, которые у меня есть. Вообще, Саппора раньше был японским пивом, но сейчас почему-то они переехали в Вьетнам. Итак, Харбин. Харбин, Харбин. Харбин также называется и пивоварня, которая делает это пиво. И давайте немножко сначала, прежде чем отведать их продукта, углубимся в историю этой пивоварни. Углубляемся. Харбин. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Это не шутка и не пустые слова. История пивоварни Харбин началась в 1900 году, когда гражданин Германии и польского происхождения Ян Врублевский из города Тарчин в Прусской Польше основал пивоварню на северо-востоке Китая, тогда называемом Манджурия. Изначально пивоварня должна была снабжать россиян, работающих на железнодорожной Трансманджурской магистрали. В 1908 году компания была переименована в Глорию. В 1932 году завод был переименован в Харбин Брювери. Тогда он вошел в совместный контроль Китая и Чехии. Позже, в 1946 году, после того, как Советская Красная Армия захватила Манджурию, компания находилась под контролем Советского Союза. Страна Советов назвала этот завод Кьювелин Сток Компани Лимитед. Как бы это ни было странно для Советского Союза. Такая ситуация сохранялась до 1950 года, после чего Сталин распорядился вернуть китайские активы и собственность была возвращена китайскому правительству. Китайцы переименовали его в Харбин Брювери и эксплуатировали в качестве государственной организации. Во время голода компания стала первой варить пиво с кукурузой вместо риса. В июне 2003 года Сабмиллер приобрела более 29% акций в Харбине. В 2004 году она была передана Анхелзер Буш после ожесточенной битвы с Сабмиллер. Сейчас завод Харбин производит более 1 миллиона тонн в год и купить его можно практически в любой стране мира, даже в России. Вынырнули из истории, теперь переходим непосредственно к дегустации. Начнем с Харбина, ну и закончим вот этими вот двумя вдобавочек. Входит такое мнение, что китайцы очень много пьют, особенно пиво. Что меньше ящика они не покупают. Не знаю, насколько это правда, но в нескольких источниках эта информация подтвердилась. Также есть мнение, что китайцы пьют пиво из 100-граммовых рюмочек, как водку, залпу. И произносят перед каждым поглощением тост. Давайте попробуем сделать это как они. Ну, тостов я произносить, правда, не буду. Чтобы не испортить пробку, я буду открывать пиво ключом. Ну, обычным ключом от квартиры. Этим ключом я открываю пиво уже порядка 10-15 лет. Так что ключик исторический. Этим же ключом мы открывали подвал, в котором репетировали с нашей рок-группой. В школе нам выделяли подвал. Мы там репетировали. Ключ лежал на вахте. Но волей у судеб получилось так, что мой ключ подходил к этому замку. И поэтому мы ходили без ведома. У всех тех, кто нам разрешал туда ходить. Итак. Харбин. Ой-ой-ой. Ген, там много как. Неудобно из рюмка пить. Сейчас мы прочитаем, что это у нас за пиво такое. Попробуем выпить залпом. Как настоящие китайцы. Кстати, пахнет. Пахнет пивом даже. Никаких отвратительных запахов даже нет. Я думал, будет все намного хуже. Ну, конечно, такое себе пить пиво рюмками. Хотя в молодости мы с товарищами иногда так делали, когда заканчивалась водка. И не хотелось. И хотелось продлить праздничный вечер. Мы начинали пить пиво рюмками. Ну, вот как-то так. Теперь, конечно, это делать не очень интересно. Короче, давайте я буду наливать в рюмку каждый вид этого пива. Чтобы вы смогли сравнить цвет. А сам буду пить из какого-нибудь бокала. Не могу я пить пиво рюмками. Какой нам бокальчик взять? Ну, возьмем вот этот вот. Опять же. Фужер. Как говорят французы, фужер. Итак, что же это у нас за пиво? Сейчас нальем сюда тоже. Чтобы вы могли сравнить цвета, как я уже сказал. Конечно, в рюмке сравнивать цвет. Такое себе удовольствие. Ну, давай. Итак, пиво светлое, харбин пастеризованное. Состав. Вода, солод, рис, кукуруза, крахмал, хмель, экстракт. Хмель, дрожжи. Экстрактивность 10%. А алкоголь здесь, кстати, смесловое не написано почему-то. Срок годности 12 месяцев. А, алкоголь не менее 3,6%. То есть пиво легеное. В принципе, в бокале цвет такой нормальный. Лагерный. Обычный лагер. Нюхаем. Ну, пахнет таким разбавленным пивом. Немножко горчинка даже есть. Короче, что я могу сказать, пиво похоже очень на безалкогольное. Только оно не такое сладкое. Как раньше, рижское было как раз где-то 3 с чем-то процента у него было. Был алкоголь. А жигулевское, по-моему, было еще меньше. Там около 3 процентов. Так что, можно сказать, почти рижское. Короче, легенький лагерок, очень водянистый. Выпить, наверное, его можно много, поэтому и бутылка не 0,5, а бутылка 0,61 литр. Вот так вот. Вот так вот. Наши отечественные пивовары. Не 0,45, а 0,61. Китайцы не жадные. В общем, в жаркий день, наверное, самое то. И не сильно опьянеешь, и напьешься. Жажду, в принципе, она утоляет нормально. Но, конечно, сложно сейчас его ощущать как нормальное пиво, потому что уже привыкли там минимум 4,5 процента пива пить. Теперь вот это вот просто как вода взливается, и как безалкогольное пиво. Давайте перейдем к следующему. Испытуемому. Опять я ключиком его открою, чтобы не испортить сиропку. Ключ, который открывает все. И двери, и пиво. Еще наверняка что-нибудь он открывает. Я еще не пробовал, но надо попробовать, чтобы знать. Наливаем сначала в рюмку, в маленький пивной бокальчик. Здесь пена еще больше. Бокальчик. Ну, по-моему, цвет идентичный. Какая-то муха у меня в стакане уже поселилась. Потом в конце я покажу вам крупным планом вот эти вот все три вида пива. Вы сами увидите, чем они отличаются или чем они не отличаются. Что у нас написано на бутылке? Пиво светлое, Харбин, премиум пастеризованный. Состав. Вода, солод, рис, укурузы нет. Хмель, экстракт хмеля, дрожжи. Экстрактивность 12%. Алкоголь 5,5. Вот это уже по-нашему. Это то, к чему мы привыкли. Давайте пробовать. Ну, пахнет уже так немножко вроде как понасыщеннее солодом. Хмель на запахе нет. Ну, это же лагер. Ну, вот это уже более такой привычный вкус. Хотя все равно достаточно водянистый. Похож на чешские всякие вот эти козлы. Что там еще у них есть? Хрушовица. Да, похоже на европейское пиво, короче. На евролагеры. Которые вот реально евролагеры, а не которые балуски 3. Ну, чуть-чуть разбавленный водой. Вот как-то вот так. В общем, ну, это более насыщенное пиво 12%, 5,5% алкоголя, 12% плотность. А мы переходим к следующему. Харбину. Тут что-то написано, минус 2,2 градуса Цельсия. Какое-то, наверное, охлаждение им делали. А это мы сейчас попробуем. Что там у них за охлаждение? Может быть, они, как некоторые, варили пиво из талой воды, которая была там минус 2,2, фиг его знает. Хотя... Хотя-хотя... Это тяжело открывается. Открыли. Наливаем в маленький бокальчик. Аккуратненько. Аккуратненько не получается. Нальем пока в большой. Цвет аналогичен предыдущим представителям китайского пива. Ну, оно, собственно, видно и в маленьких кружечках, в бокальчиках. Так, на запахе что-то я чувствую. Какое-то отличие. Давайте почитаем состав. Немножечко. Пиво светлое, харбин, ледяное, пастеризованное. Состав. Вода, солод, рис, дрожжи. Экстракт хмеля. Ну, судя по тому, что порядок перечисления ингредиентов зависит от их количества. То есть, первым идет то, чего больше. И по уменьшению здесь дрожжей больше, чем экстракт хмеля. И как бы... Это очень странно. Экстрактивность начального сусла 9,1. Алкоголь 3,6. Так же, как и в первом харбине, который обычный харбин. Харбин ледяное. Тут вот по-китайски написано, но, к сожалению, я на их языке не умею. Давайте пробовать. На запахе я так и не пойму, что это такое. Ай, я аж носом прихлебнул немножко. Говорят, кстати, китайцы пьют пиво носом. Тоже есть такой слух. Не знаю, правда ли. Но насчет хмеля не знаю. Он здесь есть. Его явно больше, чем дрожжей. Но пиво очень эргенистое. Какой-то привкус ржавой трубы я чувствую. Совсем как в нашем родном бензинском пиве. Я узнаю этот вкус. Ржавая труба. Ну, собственно, все. Теперь понятно, почему китайцы пьют пиво очень много. Потому что, как бы, ну, если разбавить обычную бутылку пива водой 50 на 50, то ты выпьешь этого пива в два раза больше. Собственно, вот поэтому, наверное, они так и пьют. Ну, вода прям, вода. Газировная вода. И туда немножко капнули пивка. Общее мнение сложившееся о пиве Харбин. Ну, как бы я бы такой, наверное, не стал, если только прям уж совсем жаркий день, хочется пивка. Но ты понимаешь, что если сейчас выпьешь бутылку пива, ну, ты прям вот просто упадешь. Потому что жара, алкоголь, это все не очень совместимо. А вот это, наверное, как раз прям как минералку так пить и прям нормально будет. Вроде вкус пива есть, и вроде оно не безалкогольное. А вроде и по башке сильно не дает. Хотя, это пока неизвестно. Может быть и сильно. Все-таки, кстати, объем бутылки, вот эти две по 0,61. А вот это третье, которое ледяное, и которое 3,6 градусов, его почему-то 0,5. Ну, в общем-то, когда пьешь вот это вот китайское пиво, вот в частности Харбин, такое ощущение, что возвращаешься в детство и сидишь за столом со взрослым и празднуешь какой-нибудь праздник. Там все пьют водку, шампанское, вино. И тебе, типа, так тоже так наливают. А вот, правда, в мое время не было детского шампанского, он появился уже когда я... Ну, хотя я был, наверное, в классе в седьмом, в шестом. Она начала появляться, был очень дорогой, не каждый мог себе позволить. Ну, вот я сейчас чувствую, как будто я сижу за этим столом со взрослыми, мне дают детское пиво, вот это вот, попробовать. Типа, ну на, вроде, ты вроде тоже с нами выпей. Ну, не водки же мы тебя нальем, и не вина, а вот детское шампанское. Вот я стою, это детское пиво такое. Типа, пьешь его, и как будто вот, а, ну вроде да, я вроде вместе со взрослым бухаю. И взрослый радуется, что у нас тут сын, внучок бухает с нами. И мы, и ты радуешься, что вроде я как взрослый бухаю со взрослыми. Вот примерно такие ощущения от этого пива возникают. Так что... Ну, кто пробовал детское шампанское, тот никаких новых ощущений от этого, наверное, не получит. Вот как-то так. А у нас еще есть китайское пиво, Лаки Будда. Сейчас мы прочитаем, кто его вообще делает. Объем 0,33. Здесь бутылочка такая интересная. Она, типа, изображает Будду. Не знаю, был ли видно на видео рельеф бутылки. Очень сложно его снять, потому что она прозрачная. И как-то, наверное, не совсем видно, что здесь Будда. Вы выйдут из стекла. У него какая-то наверху в руках тарелка с каким-то круглым чем-то. Чем-то вот. Это пиво я по цвету сравнивать не буду. Это у нас как бы вне номинации. И поэтому мы его просто попробуем. Зря я его с болтам. Открыть. Наливаем. Тут еще осталось немножко ледяного харбина. Харбин ледяное, кстати, интересное название. Потому что все-таки столица северной провинции. Ледяной харбин. Вот так, наверное, нужно его назвать. Ну, хотя, может, оно так и называется. Просто нам перевели. Харбин ледяное. Я бы назвал ледяной харбин вот так. Ну, по цвету вот оно еще более, наверное, жиденько выглядит. Даже чем вот эти вот пивы. Нужно нюхать, нужно пробовать. Нет, ну это пахнет так рано. Опять же, как европейский лагер. Че у нас тут? Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Объем состав. Вода, солод, рис, хмель, пивные дрожжи. Алкоголь 4,7. Экстрактивность 11%. Изготовленное и розлито. Ханчжоу, Чирапи, Бреви, Култаде, Пингшан. Короче, Ханчжоу, КНР. Китай. Гу-ханчжоу. Это, наверное, тоже какой-то город там, в Китае у них. Может быть, у них там отличается. На север любят водянистое, там, на юге какое-то другое. Солодом пахнет. Пробуем. Вот это уже более такое, похожее на то, что мы привыкли. Как вот, наверное, оно совершенно невденистое, в отличие от этих трех товарищей. Трех китайских богатырей. Но есть какая-то сладко-кислая какая-то составляющая в нем. Пьешь сначала кисло, а потом сладко. Вот не знаю почему. Но в целом похоже на евролагер. Похоже уже на то, что ты вырос, и родители уже надевают тебе настоящего пива. Вырос из-за стола. И тебе уже не надо подкладывать подушечку, табуретку, под попку, да? Тебе уже не надо подкладывать подушечку, под попку, чтобы ты сидел перед столом и видел то, что на нем стоит. Но кислая, кислая какая-то. Кислятина какая-то. Кислятка. Кислятка. Кислятина какая-то. И кислость, и сладкость, что-то такое. Ну, короче, я бы, наверное, не стал такое пиво пить каждый день. Да и вообще не стал бы больше. Вот попробовал. Хватит, хватит с меня этого. Как лаки, бунты. Счастливый или веселый? Веселый, наверное. Нет, нет. Я в Китай не поеду. Пиво у них плохое, а мне не понравилось их пиво. А что еще делать в Китае? Рис выращивать для этого японца. Японцы, кстати. Саппоро премиум. Из зрительного зала мне подсказывают, что не Саппоро, а Саппоро. Типа есть такой город в Японии. Но пиво-то вьетнамское уже. Я знаю, что изначально оно появилось в Японии. Но потом что-то как-то кто-то его, наверное, перекупил или перепродал. И оно теперь находится... Может быть, это... Как его? Филиал. У меня вот черным по белому написано. Производитель Саппоро Вьетнам ЛТД. Вьетхо Индастриал. С неразборчиво. Дук Лап Хаварт. Дук Хо. Короче, здесь просто... Адрес занимает пол, половину вот этой вот белой бумажки вот. Вот этой вот. Ну, может быть, да. Может быть, это филиал. Это произведено во Вьетнаме для вьетнамцев. Ну, мы попробуем. Банка выполнена. В оригинальном дизайне. В виде кружки такой пивной. Не кружки, а бокала. Мне прямо она очень понравилась. Там и цена у нее была, конечно, около 250, по-моему, рублей. За одну баночку вот за эту вот пришлось отдать, выложить. Но все ради вас. Итак, последний сегодняшний наш гость, который, возможно, реабилитирует все азиатское пиво. Ну, хотя... Этот гость у нас вообще вне конкурса. Так же, как и Биг Будда. Биг Будда. Не Биг, а Лаки. У меня просто футболка была. В молодости Биг Будда. Я ее очень долго носил, пока она в сене изорвалась. Поэтому теперь я это слово вспомню. И путаю. Всегда, когда слышу слово Будда, всегда ассоциируется у меня с Биг Будда. Отливаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж такую неудобную банку-то они сделали эти? Японцы, они же... Они же такие... Хитроумные все. Так, здесь у нас по цвету, прям... Прямо по цвету у нас тут все это... Все хорошо. Даже на камере, наверное, будет видно это. Вот так вот. Очки аж упали. С мельницы нашей. С моей мельницы. Чего это она наша-то? Я ее покупал. Поэтому она моя. Вот так вот выглядит по цвету. Цвет уже как бы это... Цвет дает надежду. Пахнет вроде... Ну, пахнет тоже каким-то европейским. Как я состав-то читал? Нет. Состав. Пиво светлое, пастеризованное. Объем 0,65. Опять же, даже больше, чем у китайцев. Спирт 5%. Состав. Вода. Хмель. Дрожжи. Ячменный солод. То есть, опять же, получается, что воды здесь больше всего. Потом идет хмель, потом дрожжи. Меньше всего, меньше даже, чем дрожжей под ячменного солода. Возможно, это связано с тем, что во Вьетнаме другие законы расставления. То есть, можно как-то как угодно, может быть, писать ингредиенты. Но этикетка-то вот эта белая, это сделано в России, для России. Не может быть, чтобы солода было меньше, чем дрожжей. Что же они там, несколько грамм солода, что ли, мне накидали. Пахнет европейским пивом, немножко таким кисленьким запахом. А на вкус прям... Я бы даже сказал, что это эль. Ну да, такой насыщенный прям солодовый вкус. Несмотря на то, что, судя по этикетке, солода здесь меньше всего. Но почему-то очень сильно чувствуется алкоголь. Хотя его всего 5%. Ну, как всего. В принципе, средняя такая, по современным меркам, средняя доля алкоголя. Ну да, такое насыщенное. И горечь есть, и солодовая такая есть прям. Как будто ты уже не то, что встал из-за стола, вырос. А как будто ты уже сам наливаешь своему сыну этот вот детское пиво. Уже как бы сам решаешь, можно ему налить уже или нельзя. Или уже нет, ты уже наливаешь ему прям водки ему наливаешь уже. Вот на сколько вот это пиво уже такое пьешь и думаешь, ого, какой я. Это уже прям, может быть, это после вот этих вот всех детских сортов так. Оно так чувствуется. А на самом деле Балтика-тройка тут рядом стоит. Ну нет, на самом деле оно действительно как бы качественное пиво. Насыщенное, вкусное. Ну, если бы оно не стоило 250 рублей или там, может быть, даже побольше, можно было бы его даже пить раз в недельку так в охоточку. Ну, за такие деньги даже в объеме 0,65 позволить себе, может быть, и могу, но жаба, жаба душит. Но пиво хорошее, пока не выветрится из него газ. Теперь газ выветрился, и вкус его начал тускнеть и хереть. В общем-то, вот такое вот у нас получилось китайское пиво. Не очень. Я рад тому, что оно такое. Я, конечно, ждал от него большего. Но Харбин водянистая. Худинистая вода со вкусом пивка. Лаки Будда. Что-то такое не очень вкусное. Ну, а вот Саппора, в принципе, порадовала. Если бы не цена. Вот такой вот получился сегодня выпуск. Вроде все сказал, вроде ничего не забыл. А если забыл, то скажу в следующем выпуске. Всем вам вкусного пива, хороших варок, долгого здоровья. И что же мне? А, ну да. Чтобы выпить за ваше здоровье, я надеюсь себе еще немножко Саппора. 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 Надо. Ваше здоровье, господа. Увидимся в следующих выпусках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА